Борьба за Южный полюс Капитан Скотт, 90 градусов широты, 16 января 1912 года Борьба за землю 20 век взирает на мир, лишенный тайн. Все страны исследованы, отдаленнейшие моря бороздят корабли, области, еще поколения тому назад, дремавшие в блаженной безвестности, наслаждаясь свободой, рабски служат теперь нуждам Европы. К самым истокам Нила, которых искали так долго, устремляются пароходы. Водопад Виктория, впервые полвека тому назад открывшийся взору европейца, послушно вырабатывает электрическую энергию. Последние дебри леса Амазонки порублены, и пояс единственной девственной страны Тибета развязан. На старых картах и глобусах слова «Терра инкогнито» «Неизвестная земля» исчезли под надписями сведущих людей «Человек XX века знает свою планету». Пытливая мысль в поисках новых путей уже принуждена спускаться к причудливым тварям морских глубин или возноситься в бескрайние просторы неба. Нехоженными остались лишь воздушные дороги, но уже взмывают в поднебесье, обгоняя друг друга, стальные птицы, устремленные к новым высям, новым далям, ибо решены все загадки, и почва земного любопытства истощилась. Но одну тайну земля стыдливо скрывала от человеческого взора вплоть до нашего столетия. Два крошечных местечка своего истерзанного, изувеченного тела уберегла она от алчности собственных созданий — северный и южной полюсы. Две почти несуществующие, почти невещественные точки, два конца оси, вокруг которых она вращается тысячелетиями, она сохранила нетронутыми, незапятнанными. Ледяными громадами прикрыла она эту последнюю тайну, вечную зиму поставила на стражи ее в защиту от людской жадности. Мороз и вихри властно заграждают вход, ужас и смертельная опасность отгоняют смельчаков. Лишь солнцу дано окидывать беглым взором эту твердыню — человек уже не дозволен. Десятки лет одна экспедиция сменяет другую. Ни единая не достигает цели. Где-то в лишь недавно открытом ледяном хрустальном гробу 33 года покоится тело шведского инженера Андре, храбрейшего из храбрых, того, кто хотел на воздушном шаре подняться над полюсом и не вернулся. Все попытки разбиваются о сверкающие ледяные стены. Тысячелетия! Вплоть до наших дней земля здесь скрывает свой лик, в последний раз победоносно отражая яростный натиск смертных. В девственной чистоте хранит она свою тайну от любопытного мира. Но юный двадцатый век в нетерпении простирает руки. Он выковал в лабораториях новое оружие, изобрел новые доспехи. Препятствия только разжигают его страсть. Он хочет знать всю правду. И уже первое его десятилетие хочет завоевать то, чего не могли завоевать тысячелетия. К мужеству отдельных смельчаков присоединяется соперничество наций. Не только за полюс борются они, но и за честь флага, которому суждено первому развиваться над новооткрытой землей. Начинается крестовый поход всех племен и народов за овладение освященных пламенным желанием мест. На всех материках снаряжаются экспедиции. Нетерпеливо ждет человечество, ибо оно уже знает — бой идет за последнюю тайну жизненного пространства. Из Америки к Северному полюсу направляются Кук и Пири. На юг идут два корабля. Один ведет норвежец Амундсен, другой — англичанин капитан Скотт. Скотт. Скотт капитан английского флота, один из многих. Его биография совпадает с послужным списком. Добросовестно исполнял свои обязанности, чем снискал одобрение начальников, участвовал в экспедиции Шеклтона. Ни подвигов, ни особенного геройства не отмечено. Его лицо, судя по фотографиям, ничем не отличается от тысячи, от десятка тысяч английских лиц — холодное, волевое, спокойное, словно изваянное, затаенной энергией. Серые глаза, плотно сжатые губы — ни одной романтической черты, ни проблеска юмора в этом лице, только железная воля и практический, здравый смысл. Почерк — обыкновенный английский почерк, без оттенков и без завитушек, быстрый, уверенный. Его слог — ясный и точный, выразительный в описании фактов, и все же сухой и деловитый, словно язык рапорта. Скотт пишет по-английски как «тацет» по латыни, неотесанными глыбами. Во всем проглядывает человек без воображения, фанатик практического дела, а, следовательно, истый англичанин, у которого, как у большинства его соотечественников, даже гениальность укладывается в жесткие рамки исполнения долга. Английская история знает сотни таких Скоттов. Это он покорил Индию и безыменные острова Архипелага. Он колонизировал Африку и воевал во всем мире с той же неизменной железной энергией, с тем же сознанием общности задач и с тем же холодным, замкнутым лицом. Но как сталь тверда его воля. Это обнаруживается еще до совершения подвига. Скотт намерен закончить то, что начал Шеклтон. Он снаряжает экспедицию, но ему не хватает средств. Это его не останавливает. Уверенный в успехе, он жертвует своим состоянием и влезает в долги. Жена дарит ему сына, но он, подобно Гектору, не задумываясь, покидает свою Андромаху. Друзья и товарищи вскоре найдены, и ничто земное уже не может поколебать его волю. Терра-Нова, Новая Земля, называется странный корабль, который должен доставить его на край Ледовитого океана. Странный, потому что он словно Ноев ковчег, полон всякой живности. И вместе с тем это лаборатория, снабженная книгами и тысячью точнейших приборов. Ибо в этот пустынный необитаемый мир нужно вести с собой все, что требуется человеку для нужд тела и запросов духа. И удивительно сочетаются на борту предметы первобытного обихода – меха, шкур и живой скот – с самым сложным, отвечающим последнему слову науки – оборудованием. И та же поразительная двойственность, что и корабль отличает и само предприятие. Приключение, но обдуманное и взвешенное, как коммерческая сделка. Отвага, но в соединении с искуснейшими мерами предосторожности, точное предвидение всех деталей перед лицом непредвиденных случайностей. 1 июня 1910 года экспедиция покидает Англию. В эту летнюю пору англо-саксонский остров сияет красотой. Сочной зеленью покрыты луга, солнце изливает тепло и свет на ясный, не омраченный туманом мир. С грустью смотрят мореплаватели на скрывающийся из глаз берег, ведь они знают, что на годы, быть может, навсегда прощаются с теплом и солнцем. Но вверху на мачте развивается английский флаг, и они утешают себя мыслью, что эта эмблема их мира вместе с ними плывет к единственному еще не завоеванному клочку покоренной земли. Антарктический университет В январе они причаливают после кратковременного отдыха в Новой Зеландии у края вечного льда и сооружают дом для зимовки. Декабрь и январь считаются там летними месяцами, потому что это единственное время в году, когда солнце несколько часов в день сияет на свинцово-белом небе. Стены дома сложены из бревен, как на стоянках прежних экспедиций, но внутри дома чувствуется веяние нового века, успехи нового века. Если раньше зимовщики сидели в полутьме, при коптящих, воняющих ворванью фонарях, и с тоской глядели друг на друга, утомленные однообразием бессолнечных дней, то эти люди двадцатого столетия владеют в своих четырех стенах всем миром в миниатюре, всеми достижениями науки. Ацетиленовые горелки излучают яркий свет. Киноаппарат воссоздает, словно по волшебству, пейзажи далеких стран, картины тропической природы. Пианоло воспроизводит музыку, граммофон — человеческий голос. Библиотека представляет знания. В одной из комнат стучит пишущая машинка, в другой темной, проявляют пленку и цветные фотографические снимки. Геолог испытывает радиоактивность минералов. Зоолог обнаруживает новый вид паразитов у пойманных пингвинов. Метеорологические наблюдения сменяются физическими опытами. Всем участникам экспедиции поручена работа на время темных месяцев, и благодаря разумной системе личный опыт каждого становится общим достоянием. Ибо эти тридцать человек ежевечерне читают друг другу среди паковых льдов и полярной стужи университетские лекции. Каждый силится передать свои знания другому, и в оживленном обмене мыслями расширяется их видение мира. Узко-специальные науки не замыкаются в воскомерном одиночестве, а ищут понимание в совместном устремлении вперед. Затерянные в бескрайнем первобытном мире, вне времени и пространства, тридцать человек обмениваются между собой последними достижениями двадцатого века. И здесь, в этих стенах, люди не отстают ни на час, ни на секунду от движения мира. Трогательно читать, как эти суровые люди, ученые, радуются рождественской елке, забавляются шутками South Pole Times , издаваемого ими юмористического листка. Как все малое, всплывший кит, поскользнувшаяся лошадь превращаются в события, и, с другой стороны, все непостижимо огромные сполохи, лютый мороз, чудовищное одиночество становятся повседневным и привычным. Между тем они отваживаются на небольшие вылазки. Они испытывают аэросани, учатся ходить на лыжах, дрессируют собак. Они готовят запасы для большого путешествия. Но медленно-медленно обрываются листки календаря, и далеко еще до лета, до декабря, когда корабль проберется к ним сквозь паковый лед с письмами из дому. Но уже сейчас, в разгар зимы, они небольшими отрядами совершают для закалки короткие переходы, испытывают палатки, проверяют опыты. Не все удается им, но препятствия лишь разжигают их пыл. Когда они, усталые и продрогшие, возвращаются на стоянку, их встречают радостными криками и теплом очага, и эта уютная хижина на семьдесят седьмом градусе широты после нескольких дней лишений кажется им лучшим в мире жилищем. Но вот возвратилась с запада одна из экспедиций, и от принесенной ею вести в доме водворяется угрюмая тишина. В своих странствиях путники наткнулись на зимовку Амундсена. И внезапно Скотт понимает, что помимо мороза и опасности есть еще противник, который оспаривает у него первенство и может раньше его вырвать тайну строптивой земли. Он сверяет по карте. В записях его слышится тревога, с какой он обнаружил что стоянка Амундсена на сто десять километров ближе к полюсу, чем его. Он потрясен, но не теряет мужества. «Вперед во славу отчизны!» пишет он горделиво в своем дневнике. Это единственное упоминание Амундсена в дневнике. Больше его имя не встречается. Но нет сомнений, что с того дня мрачная тень упала на одинокий бревенчатый дом во льдах, и что это имя ежечасно, во сне и наяву, тревожит его обитателей. Поход к полюсу В расстоянии мили от хижины на возвышении установлен наблюдательный пост. Там, на крутом пригорке, одиноко точно пушка, наведенная на незримого врага, стоит аппарат для измерения первых тепловых колебаний приближающегося солнца. Целыми днями поджидают они его появление. На утреннем небе уже играют яркие чудесные отблески, но солнечный диск пока еще не подымается над горизонтом. Этот отраженный свет, предвещающий появление долгожданного светила, разжигает их нетерпение. И, наконец, в хижине раздается телефонный звонок, и с наблюдательного поста сообщают, что солнце взошло. Впервые после многих месяцев оно подняло свою главу в полярной ночь. Его свет еще слаб и бледен, его лучи едва-едва согревают морозный воздух, едва-едва колеблются стрелки измерительного прибора, но один вид солнца — уже огромное счастье. В лихорадочной спешке снаряжается экспедиция, чтобы не потерять ни минуты этой короткой светлой поры, знаменующей и весну, и лето, и осень, хотя, по нашим умеренным понятиям, все это еще суровая зима. Впереди летят аэросани. За ними нарты, запряженные собаками и сибирскими лошадками. Дорога предусмотрительно разделена на этапы. Через каждые два дня пути сооружается склад, где оставляют для обратного путешествия одежду, продовольствие и, самое важное, керосин — конденсированное тепло, защиту от нескончаемых морозов. Они выступают в поход все вместе, но будут возвращаться по очереди, отдельными группами, для того чтобы последнему маленькому отряду избранникам, которым суждено завоевать полюс, осталось как можно больше припасов — самые свежие собаки и лучшие нарты. План похода мастерски разработан. Даже неудачи предусмотрены. И, конечно, в них нет недостатка. После двух дней пути ломаются аэросани. Их бросают, как лишний балласт. Лошади также не оправдали надежд. Но на этот раз живая природа торжествует над техникой, ибо обессиленных лошадей пристреливают, и они дают собакам питательный корм, укрепляющий их силы. 1 ноября 1911 года участники экспедиции разбиваются на отряды. На снимках запечатлен этот удивительный караван. Сперва тридцать путников, потом двадцать, десять, и, наконец, только пять человек двигаются по белой пустыне мертвого первобытного мира. Впереди всегда идет один, похожий на дикаря, закутанный в меха и платки, из-под которых виднеют столько борода и глаза. Рука в меховой рукавице держит повод лошади, которые тащат тяжело нагруженные сани. За ним второй, в таком же одеянии и такой же позе. За ним третий, двадцать черных точек, вытянувшихся извилистой линией по бескрайней слепящей белизне. Ночью они зарываются в палатке, возводят снежные валы для защиты лошадей от ветра, а утром снова пускаются в однообразный и безотрадный путь, вдыхая ледяной воздух, впервые за тысячелетия проникающий в человеческие легкие. Трудности множатся, погода стоит хмурая, вместо сорока километров они покрывают иногда лишь тринадцать, а между тем каждый день драгоценен, с тех пор, как им известно, что кто-то невидимо для них продвигается по белой пустыне с той же целью. Любая мелочь грозит опасностью. Сбежала собака, лошадь отказывается от корма, все это вызывает тревогу, потому что в этом одиночестве обычные ценности приобретают иное, новое значение. Все, что помогает сохранить человеческую жизнь, драгоценно, незаменимо. От состояния копыт одной лошади зависит, может быть, слава. Облачное небо, пурга могут помешать бессмертному подвигу. К тому же здоровье путников ухудшается. Одни страдают снежной слепотой, у других отморожены руки или ноги. Лошади, которым приходится уменьшать корм, слабеют день ото дня. И, наконец, ввиду Глетчера Бирдмара силы окончательно изменяют им. Тяжкий долг — умерщвление этих стойких животных, ставших за два года совместной жизни вдали от мира, друзьями, которых каждый знал по имени и не раз награждал ласками, должен быть исполнен. Лагерем Бойни назвали это печальное место. Часть экспедиции отправляется в обратный путь. Остальные собирают все силы для последнего мучительного перевала через Глетчер, через грозный вал, опоясывающий полюс, который может одолеть лишь жаркое пламя человеческой воли. Все медленнее продвигаются они, ибо наст здесь неровный, зернистый, и нарты приходится не тянуть, а тащить. Острые льдины прорезают полозья. Ноги изранены от ходьбы по сухому льдистому снегу. Но они не сдаются. 30 декабря достигнут 87-й градус широты, крайняя точка, до которой дошел Шеклтон. Здесь последний отряд должен вернуться, и только пяти избранным дозволены идти к полюсу. Скотт отбирает людей. Никто не осмеливается перечь ему. Но всем тяжело так близко от цели поворачивать обратно и уступать товарищам славу первыми увидеть полюс. Но выбор сделан. Еще раз пожимают они друг другу руки, мужественно скрывая волнение, и расходятся в разные стороны. Два маленьких, едва заметных отряда двинулись, один к югу, на встречу неизвестности, другой к северу, на родину. Те и другие много раз оглядываются, чтобы еще в последнюю минуту ощутить живое присутствие друзей. Вот уже скрылся из виду отряд возвращающихся. Одиноко продолжают путь в неведомую даль пять избранных Скотт, Бауэрс, Отц, Уилсон и Эванс. Южный полюс Тревожнее становятся записи в эти последние дни. Они трепещут, как синяя стрелка компаса, приближаясь к полюсу. Как бесконечно долго ползут тени вокруг нас, выдвигаясь вперед с правой стороны, потом опять ускользая налево. Но отчаяние сменяется надеждой. Все с большим волнением отмечает Скотт пройденное расстояние. Еще только сто пятьдесят километров до полюса. Но если не станет легче, мы не выдержим, пишет он в изнеможении. Через два дня. Сто тридцать семь километров до полюса. Но они достанутся нам нелегко. И вдруг осталось всего лишь девяносто четыре километра до полюса. Если мы и не доберемся, мы все же будем до черта близко. 14 января надежда становится уверенностью. Только семьдесят километров, и мы у цели. На следующий день торжество, ликование. Почти весело, пишет он. Еще каких-нибудь жалких пятьдесят километров. Дойдем, чего бы это ни стоило. За душу хватают эти лихорадочные записи, в которых чувствуется напряжение всех сил. Трепет нетерпеливого ожидания. Добыча близка. Руки уже тянутся к последней тайне земли. Еще один последний бросок, и цель достигнута. 16 января. Приподнятое настроение, отмечено в дневнике. Утром они выступают раньше обычного. Нетерпение выгнало их из спальных мешков. Скорее, скорее увидеть своими глазами великую грозную тайну. Четырнадцать километров проходят в полдня по бездушной белой пустыне пятеро неустрашимых. Они веселы. Цель близка. Подвиг во славу человечества почти свершен. Внезапно беспокойство охватывает одного из спутников, Бауэрса. Горящим взором впивается он в едва заметную точку, чернеющую среди необъятных снежных просторов. У него не хватает духа высказать свою догадку. Но у всех сердце сжимается от страшной мысли. Быть может, это дорожная веха, поставленная человеческой рукой. Они силятся рассеять свои страхи, пытаются уверить себя, подобно Робинзону, который, заметив на необитаемом острове чужие следы, внушал себе, что это отпечатки его собственных ног, что они видят трещину во льду или, быть может, какую-то тень. Дрожа от волнения, подходят они ближе, все еще стараясь обмануть друг друга, хотя все уже знают горькую правду. Норвежцы Амундсен опередил их. Вскоре последняя надежда разбивается о непреложный факт. Черный флаг, прикрепленный к поворотному шесту, развивается над чужой, покинутой стоянкой. Следы полозьев и собачьих лап рассеивают все сомнения. Здесь был лагерь Амундсена. Свершилось неслыханное, непостижимое полюс Земли, тысячелетиями безлюдный, тысячелетиями, быть может, сначала начал, недоступный взору человеческому, в какую-то молекулу времени, на протяжении месяца открыт дважды. И они опоздали. Из миллионов месяцев они опоздали на один единственный месяц. Они пришли вторыми в мире, для которого первый – все, а второй – ничто. Напрасны все усилия, нелепы перенесенные лишения, безумны надежды долгих недель, месяцев, лет. «Все труды, все лишения и муки к чему?» – пишет Скотт в своем дневнике. «Пустые мечты, которым теперь настал конец». Слезы выступают у них на глазах. Несмотря на смертельную усталость, они не могут уснуть. Уныло, в угрюмом молчании, точно осужденные, делают последний переход к полюсу, который надеялись так победно завоевать. Никто никого не пытается утешить. Безмолвно бредут они дальше. 18 января капитан Скотт со своими четырьмя спутниками достигает полюса. Надежда первым совершить подвиг уже не ослепляет его, и он равнодушным взглядом оценивает безотрадный ландшафт. Ничего для глаза. Ничего, что бы отличалось от ужасающего однообразия последних дней. Вот все, что написано о полюсе Робертом Скоттом. Единственное, что останавливает их внимание, создана не природой, а вражеской рукой. Палатка Амундсена с норвежским флагом, спесиво развивающимся на отвоеванной человечеством крепости. Они находят письмо конкистадора к тому неизвестному, кто вторым ступит на это место с просьбой переслать его норвежскому королю Гакону. Скотт берет на себя исполнение техчайшего долга — свидетельствовать перед человечеством о чужом подвиге, которого страстно желал для себя. Печально водружают они опоздавший английский флаг рядом со знаменем победы Амундсена. Потом покидают место, предавшее их надежды. Холодный ветер дует им вслед. Гибель Возвращение сопряжено с удестеренной опасностью. Дорогу к полюсу указывал компас. Теперь на обратном пути самое главное — не потерять собственного следа. И это в течение многих недель, чтобы не уклониться в сторону от складов, где их ждет пища, одежда, тепло, заключенное в нескольких галлонах керосина. И тревога охватывает их каждый раз, когда снежный вихрь застилает глаза, ибо один неверный шаг равносилен смерти. К тому же нет уже прежней бодрости. Выступая в поход, они были заряжены энергией, накопленной в тепле и изобилии их антарктической родины. И еще. Стальная пружина воли ослабла. В походе к полюсу их окрыляла великая надежда осуществить заветную мечту всего мира. Сознание бессмертного подвига придавало им нечеловеческие силы. Теперь же они борются только за спасение своей жизни, за свое бренное существование, за бесславное возвращение, которого они в глубине души быть может скорее страшаться, чем желают. Тяжело читать записи тех дней. Погода все ухудшается, зима наступила раньше обычного, рыхлый снег под подошвами смерзается в опасные ловушки, в которых застревает нога, мороз изнуряет усталое тело. Поэтому так велика их радость каждый раз, когда после многодневных блужданий они добираются до склада. «Вспыхнувший огонек надежды» звучит в их словах. И ничто не говорит красноречивее о героизме этих людей, затерянных в необъятном одиночестве, чем то, что Уилсон даже здесь, на волосок от смерти, неустанно продолжает свои научные наблюдения и к необходимому грузу своих нарт прибавил 16 килограммов редких минеральных пород. Но мало-помалу человеческое мужество отступает перед натиском природы, которая беспощадно, с тысячелетиями закаленной силой обрушивает на пятерых смельчаков все свои орудия уничтожения – мороз, пургу, пронизывающий ветер. Давно изранены ноги. Урезанные пайки и только один раз в день принимаемая горячая пища уже не могут поддержать их силы. С ужасом замечают товарищи, что Эванс, самый сильный, внезапно начинает вести себя очень странно. Он отстает от них, беспрестанно жалуется на действительные и воображаемые страдания. Из его невнятных речей они заключают, что несчастный, вследствие или падения, или, не выдержав мук, лишился рассудка. Что же делать? Бросить его в ледяной пустыне. Но, с другой стороны, им необходимо как можно скорее добраться до склада, иначе… Скотт не решается начертать это слово. В час ночи 17 февраля несчастный Эванс умирает. В час на расстоянии однодневного перехода от того лагеря бойни, где они впервые могут насытиться благодаря убитым месяц тому назад лошадям. Вчетвером они продолжают поход. Но злой рок преследует их. Ближайший склад приносит горькое разочарование. Там слишком мало керосина. А это значит, что нужно скупо расходовать горючее. Самое насущное, единственно верное оружие против мороза. После ледяной вьюжной ночи они просыпаются обессиленные и, с трудом поднявшись, тащатся дальше. У одного из них, у отца, отморожены пальцы ног. Ветер становится все резче, и 2 марта на очередном складе их снова ждет жестокое разочарование. Снова слишком мало горючего. Теперь уже страх слышится в записях Скотта. Видно, как он пытается подавить его, но сквозь нарочитое спокойствие то и дело прорывается вопль отчаяния. Так дальше продолжаться не может. Или «Да хранит нас Бог! Сила наша на исходе!» Или «Игра наша кончается трагически!» И, наконец, «Придет ли провидение нам на помощь?» От людей нам больше ждать нечего. Но они тащатся дальше и дальше, без надежды, стиснув зубы. Отц все сильнее отстает, он обуза для своих друзей. При полуденной температуре в 42 градуса они вынуждены замедлить шаг, и несчастный знает, что он может стать причиной их гибели. Путники уже готовы к худшему. Уилсон выдает каждому по десять таблеток морфия, чтобы в случае необходимости ускорить конец. Еще один день они пытаются вести с собой больного. К вечеру он сам требует, чтобы его оставили в спальном мешке и не связывали свою судьбу с его судьбою. Все решительно отказываются, хотя отдают себе полный отчет в том, что это принесло бы им облегчение. Еще несколько километров Отц тащится на отмороженных ногах до стоянки, где они проводят ночь. Утром они выглядывают из палатки, свирепо бушует пурга. — Внезапно Отц подымается. Я выйду на минутку, — говорит он друзьям. — Может быть, немного побуду снаружи. Их охватывает дрожь. Каждый понимает, что значит эта прогулка. Но никто не решается удержать его хоть словом. Никто не решается протянуть ему руку на прощание. Все благоговейно молчат, ибо знают, что Лоуренс Отц, ротмистер Энис Килленского драгунского полка, героически идет навстречу смерти. Трое усталых, обессиленных людей тащатся дальше по бесконечной железно-ледяной пустыне. У них нет уже ни сил, ни надежды, только инстинкт самосохранения еще заставляет их передвигать ноги. Все грознее бушует непогода. На каждом складе новые разочарования. Мало керосина, мало тепла. 21 марта. Они всего в двадцати километрах от склада, но ветер дует с такой убийственной силой, что они не могут выйти из палатки. Каждый вечер они надеются, что утром сумеют достигнуть цели, между тем припасы убывают и с ними последняя надежда. Горючего больше нет, а термометр показывает сорок градусов ниже нуля. Все кончено. Перед ними выбор — замерзнуть или умереть от голода. Восемь дней борются трое людей с неотвратимой смертью в тесной палатке среди безмолвия первобытного мира. 29-го они приходят к убеждению, что уже никакое чудо спасти их не может. Они решают ни на шаг не приближаться к грядущему року и принять смерть гордо, как принимали все, выпавшее им на долю. Они забираются в свои спальные мешки, и ни единый вздох не поведал миру об их предсмертных муках. Письма умирающего В эти минуты, наедине с незримой, но столь близкой смертью, капитан Скотт вспоминает все узы, связывавшие его жизнью. Среди ледяного безмолвия, которого от века не нарушал человеческий голос, в часы, когда ветер яростно треплет тонкие стены палатки, он проникается сознанием общности со своей нацией и всем человечеством. Перед его взором в этой белой пустыне, словно марево, возникают образы тех, кто был связан с ним узами любви, верности, дружбы. И он обращает к ним свое слово. Коченеющими пальцами капитан Скотт пишет. В смертный час пишет письма всем живым, которых он любит. Удивительные письма. Все мелкое исчезло в них от могучего дыхания близкой смерти, и кажется, что они наполнены кристально чистым воздухом пустынного неба. Они обращены к людям, но говорят всему человечеству. Они написаны для своего времени, но говорят для вечности. Он пишет жене. Он заклинает ее беречь сына, его драгоценнейшее наследие, просит предостеречь его от вялости и лени, и, совершив один из величайших подвигов мировой истории, сознается. Ты ведь знаешь, я должен был заставлять себя быть деятельным. У меня всегда была склонность к лени. На краю гибели он не раскаивается в своем решении, напротив, одобряет его, как много мог бы я рассказать тебе об этом путешествии, и насколько это все же лучше, чем сидеть дома среди всяческих удобств. Он пишет женам и матерям своих спутников, погибших вместе с ним, свидетельствуя об их доблести. На смертном одре он утешает семьи своих товарищей по несчастью, внушая им собственную вдохновенную и уже неземную веру в величие и славу их героической гибели. Он пишет друзьям со всей скромностью по отношению к себе, но исполненной гордостью за всю нацию, достойным сыном которой он чувствует себя в свой последний час. Не знаю, был ли я способен на большое открытие, признается он. Но наша смерть послужит доказательством тому, что мужество и стойкость еще присущи нашей нации. И те слова, которые всю жизнь не давали ему произнести мужская гордость и душевное целомудрие, эти слова теперь вырывают у него смерть. «Я не встречал человека, — пишет он своему лучшему другу, — которого бы я так любил и уважал, как вас. Но я никогда не мог вам показать, что для меня означает ваша дружба, потому что вы так много давали мне, а я ничего не мог дать вам взамен». И он пишет последнее письмо, лучшее из всех, английскому народу. Он считает своим долгом объяснить, что в борьбе за славу Англии он погиб не по своей вине. Он перечисляет все случайные обстоятельства, ополчившиеся против него, и голосом, которому близость смерти придает этот неповторимый пафос, призывает всех англичан не оставлять его близких. Его последняя мысль не о своей судьбе, его последнее слово не о своей смерти, а о жизни других, ради Бога, позаботьтесь о наших близких, после этого пустые листки. До последней минуты, пока карандаш не выскользнул из окоченевших пальцев, капитан Скотт ввел свой дневник. Надежда, что у его тела найдут эти записи, свидетельствующие о мужестве английской нации, поддерживала его в этих нечеловеческих усилиях. Омертвевшей рукой ему еще удается начертать последнюю волю — перешлите этот дневник моей жене. Но в жестоком сознании грядущей смерти он вычеркивает моей жене и пишет сверху страшные слова «Моей вдове». Ответ Неделями ждут зимовщики в бревенчатой хижине. Сначала спокойно, потом с легким беспокойством. Наконец, с возрастающей тревогой. Дважды выходили на помощь экспедиции, но непогода загоняла их обратно. Всю долгую зиму проводят оставшиеся без руководства полярники на своей стоянке. Предчувствие беды черной тенью ложится на сердце. В эти месяцы судьба и подвиг капитана Роберта Скотта скрыты в снегу и молчании. Лед заключил их в стеклянный гроб, и только 29 октября, с наступлением полярной весны, снаряжается экспедиция, чтобы найти хотя бы останки героев и завещанную ими весть. 12 ноября они достигают палатки. Они видят замерзшие в спальных мешках тела, видят Скотта, который, умирая, братски обнял Уилсона, находят письма, документы. Они предают погребению погибших героев. Простой черный крест над снеговым холмиком одиноко высится в белом просторе, где навеки похоронено живое свидетельство героического подвига. Нет, не навеки. Неожиданно их деяния воскресают. Свершилось чудо техники нашего века. Друзья привозят на родину негативы и пленки. Их проявляют. И вот снова виден Скотт со своими спутниками в походе. Видны картины полярной природы, которые, кроме них, созерцал один лишь Амундсен. По электрическим проводам весть о его дневнике и письмах облетает изумленный мир. Английский король в соборе преклоняет колено, чествуя память героев. Так подвиг, казавшийся напрасным, становится животворным. Неудача пламенным призывом к человечеству напрячь свои силы для достижения доселе недостижимого. Доблестная смерть порождает удестеренную волю к жизни. Трагическая гибель — неудержимое стремление к уходящим в бесконечность вершинам. Ибо только тщеславие тешит себя случайной удачей и легким успехом. И ничто так не возвышает душу, как смертельная схватка человека с грозными силами судьбы. Это величайшая трагедия всех времен, которую поэты создают иногда, а жизнь — тысячи и тысячи раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова